Продолжение следует... 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 Ну, может быть, 50 человек с соседней деревни приехали, остальные все с этой деревни. Люди были, значит, на молитве, в храме были. Выйдя из храма, увидел я возле ограды великое множество велосипедов. Это не менее сотни велосипедов. Вся оград, все в велосипедах, велосипедах. Выходят бабушки такие, там уже совсем, ну бабушки видно, там по 70 лет. Потихоньку на кладби велосипедка, сел, оттолкнулась, поехала. Поехали все. Но такого я нигде не видел, чтобы столько велосипедов. Видел я, как-то было в Германии, там возле метро, а утром люди доезжают до метро, и там, может быть, тысячи велосипедов, там специально стоянка, а потом на метро еду дальше на работу. И вот здесь так, вот здесь столько велосипедов, чтобы было возле храма велосипедов, это я, ну, нигде не видел. Хор пели, очень хороший хор был, пели молитвенно поют так. Вот, примерно человек 45, хор. Молодые мужчины, такие, лет там по 30, до 40 лет, вот, ну и такие же, естественно, не старые еще тоже хористы. Я потом спрашиваю у настоятеля, говорю, а как вы это, такой хор содержите? Я говорю, нет, у нас, говорит, это все, говорит, просто любители поют. Я псаломщику, говорит, немного отплачу, там, что она армия. А это, говорит, все приходят на праздник, поют это все просто так, вот, поют. То есть так, не так. Ну, конечно, это, он когда и приглашал отец Пётр, говорит, поедем. Там, говорит, у них, как-то, говорит, это, ну, очень своеобразно, говорит, они празднуют и приходы такие, говорит, своеобразные. Говорят, там настоятель отец Геннадий, такой, очень деятельный он такой, батюшка вот. Потом пошли на трапезу, там они кафе сняли, но кафе только не в здании, а остальное все. Ну, за трапезой было примерно человек 150, думаю, и так примерно, потому что стало очень длинное, были. Это была трапеза вообще, даже отец Сангья бывает, говорит, я, говорит, такое не видел, что. И кто, это, говорит, все из дома люди принесли. Из дома люди все принесли, наготовили, все это, это, и вот они. За трапезой там, что, какое слово говорят, и потом поют там песнопеяние, поют. У них там, по-видимому, это их, как бы, застольная такая песня, о, голубица моя, голубица. И там они как запели хор, и они все люди подхватили, ну, в общем, необыкновенно это же. На русском языке? На русском, на русском, на русском. Они белорусы, они на русском. У них некоторые слова только так, немного там, допустим, мы все посмеиваемся, надо с Петром, он рассказывает, говорит, на Пасху, говорит, я включил все лампочки, у меня хвазу выбило, хвазу. Допустим, подрясник говорит, а у них так, подрасник, подрасник. Ну, такое немножко, как бы, это, как сказать, акцент или такое, прообразное. Ну, а так они все, у них все на русском. Почта написана, не почта, а пошта. Есть-то чешие, пошта. Ну, вот такие там изменения. А так все, они полностью на русском. В Москве решил я все-таки посмотреть, побыть в Покровском монастыре, где мощи преподобной Матроны Московской. Ну, приехал я часов, наверное, в 10 туда так. На подходе уже к монастырю, там, может быть, за 100 метров, уже продают цветы. Там магазин, цветочник, круглосуточно работает, все продают цветы. То есть, приходя в храм, уже так заведено, что все должны приходить только со цветами, живые цветы. Потом их кладут там к мощам, вроде бы, а потом их раздают. Но я не подходил, потому что к мощам там нужно снять в очереди часа 2-3, и очередь длинная тянется, и к иконе. Икона, такая большая икона, на улице она стоит. И вот к иконе очередь, еще больше, чем мощам икона. Ну, я подошел так, перед иконой, очередь так идет, там огорожена. Ну, метра два от иконы так я встал, помолился, что наказывали, какие просьбы, что высказал, и все. А до этого я накануне увидел у отца на библиотеке как раз жизнеописание преподавателя Матрона. И я никогда этого не читал, не видел. Я взял книгу, так вот, в твердом переплете, так, обширная книга, хорошее издание, твердая бумага такая, и я стал немножко почитать ее. И там разделено так, вот лист, допустим, и он как бы, две трети листа это жизнеописание, а на треть колонка идет записки. Записки, те, которые люди приносят, в другой раз даже не стоят, приноси записку, там еще заплатили, положили, и все. И вот они эти, напечатаны все записки. Ну вот я читал так уже вначале по порядку, потом давай просто через несколько листов уже. Ну, записки, все содержания примерно такого. Преподобная там, мать и Матрена, прошу тебя, помоги мне, там, муж там познакомился с молодой, и вот он ушел, помоги мне вернуть мужа. Ну, другое там это, мы вот поженились, сколько нет детей, помоги, чтобы были хорошие, здоровенькие дети родились. Чтобы замуж выйти, там, квартиру, с квартирой, на работу. Все записки такого содержания. И одну только я нашел, одну из всех. Давай еще, ну, где нет, больше не нашел там. Значит, преподобный, что-то у меня так вера стала. Я была, значит, как-то раньше пламенная такая, сейчас, скажем, вот охлаждение такое у меня. Помолись, Господь, чтобы Господь вожег в сердце моем веру такую вот это. Это одна из всех там была. А все остальные записки, все такие вот такого. Да, там экзамены, чтобы сдать удачно там. Ну, а в основном все там о мужьях и о детях. Там дети, в основном все там. Чтобы, да, удержать мужа, там, замуж выйти и все такое вот это. Все такие записки. Что там, зашел я в ларек в магазин, где там посмотрел. Даже в Москве, где там другие были, в Средцевском монастыре, то здесь в разы дороже все. То есть, страшно дорого. Просто какой-то как бизнес-цент мне показалось, что это такое торговое все. Ну, вот такое. Служба в храме идет, служба. Зашел я в храм там еще. Ну, уже я зашел, отче наш пропели уже. Конец службы. Ну, на службе было человек, может быть, 50 всего. Храм большой, собор. Остальные люди все стоят в очереди туда. Там сотни, может быть, тысячи даже людей стоят в этом. А в храме-то нет никого. Я так уж подумал, грешным говорю. Вот таким почтением Христа от людей закрыли. Так подумал, что нет. Ну, люди идут и идут. Всем хочется получить что-то. Вот такое. Я был еще, это были 90-е годы, когда еще мощей не было. Было на кладбище только. И мы поехали. Эта староста с Тюмени, Екатерина Федоровна, была. И она пожелала, давай себе. Ну, давай. Ну, и пошли. Я уже не подходил. А там уже на подходе к могилке. Земельку продавали. Там раздавали земельку к могилке. Там продавали. И прочие там уже записки тоже. Еще там, когда была в могиле. Ну, а сейчас мощи принесли сюда, в этот Покровский монастырь. Ну, вот такое я видел. О крещении. Был в нескольких храмах. Так я уже не специально. Где проходил, заходил в храм в Москве. В одном только храме, где живет племянник мой Арсений. Там недалеко от них. Новый храм, очень большой. Зашел. Только в одном храме я нашел, что построено крестилку. Для крещения взрослых. Он говорит, у нас крестят только всех взрослых. Полным погружением и детей. А больше нигде. Спросили, есть? Есть, есть. А где? Да вот она, ну, чашка-то стоит. Купили. И все. А взрослых? И взрослых здесь же крестим. Там три-четыре ведра воды входит. Вот так. Где спросишь, а можно полным? Можно, но у нас нет. Это вот, надо подождите, я позвоню, узнаю. Где-то там, где-то есть, где-то крестят все-таки полным. Где-то есть. Ну, вот такое. Значит, весной мы собирали, помните, помощь для вспоможения людям на Донбассе, которые в бедствии оказались. И мне прислали оттуда благодарность. Кто будешь посчитать? Считай. Донецкая Народная Республика, администрация города Дебальцево. Дебальцево, помни, там было, что там большие были? Бои-то были. Ну да, я-то весну не был, отец Иоанн отвозил, но я переслал ему просто на наши средства, он там купили, что... Самые ожесточенные бои происходили в этом месте. Там большие. Возрушения самые большие в городе. Благодарность настоятелю отцу Иоакиму Тихоновичу Лапкину и общине верующих Хрестово-Зиринского храма. Администрация города выражает вам благодарность за оказание гуманитарной помощи. Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, безусловно, ощутимая поддержка для жителей города Дебальцево. Добрые дела не остаются незамеченными. Они, как маяки, светят тем, кто жаждет и нуждается в помощи. Уверены, что ваш пример будет показателен и для других благотворителей. Предоставляя помощь, вы даете не просто материальные ценности, а дарите радость и надежду. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся вам в столицу. Желаем вам здоровья, мира и процветания на вашем жизненном пути. Глава администрации города А.Г. Афендиков. Город Дебальцево, 2015 год. Вот такая благодарность всем вам. За оказанную помощь. И такую же прислали нам и в Потеряевскую общину. Потому что, когда я посылал, я написал, что кто средства собирали, собирали в общину. Наша и все Теряевская. Мы когда возвращались из Воронежа, ехали назад, нам встретилась колонна. Фуры идут, белые, все фуры белые. Ну, мы так, я вначале считал, разбился, ну, где-то, думаю, около сотни примерно, наверное, машин было. На всех написано, там, гомендарная помощь жителям Донбасса. Встреча нашла колонна. Впереди милиция, сзади милиция, там сопровождали. Колонна шла, вновь везли уже. Это, по-моему, 40-й или 40-й какой-то уже конвой этот ведет туда, помощь людям. Потому что, да, я немного там были, мы в прошлом году, это город только антрацита доехали. Там разрушений-то немного, но просто техники много разрушены, всякие по блокам-то. А там, представьте, разрушено. Дома ложишься, в теплую постель укрылся, теплым одеялом, хорошо, тепло. А там люди безо всего остались. Нет ни домов, ничего, все. Пенсии не платят. Как жить? Чем вы даже везете? Ну, нет там, ничего. Вот так вот. Так, а мне какие вопросы есть? Никаких. Почему? Годовое собрание, бочка. Что? Когда Годовое собрание? Ну, вот вы и говорите нам. Я не знаю, мы об этом не разговаривали. У нас есть старость, а церковный совет, об этом разговора не было еще. Но в ноябре же как-то там. Ну, надо договоримся, и тогда объявим, когда это будет. Как я объясню, у нас в октябре, как мы возвращаемся на следующей неделе. Но нынче вас, тебя не было здесь. Я считаю, что народ почти весь здесь. Сегодня и провести надо. Дальше без тебя мы не можем проводить. Ну, я считаю, это у нас даже по уставу неправильно. Мы должны за какое-то время, у нас кого-то может быть и нету, людей-то и нет, скажут. А мы не знали, не объявляли. Объявляли, уже у нас объявлено всегда в одно время. Если объявляли, тогда можно... Объявлено, что всегда в одно время, в первое воскресенье, как мы приезжаем. Ну, а если не сегодня, значит, в следующий раз половина будет. Одной Зои Шубиной-то нету. Ну, пожалуйста, я не против, давайте проводить. Так нет уж проводить. Я ничего не знаю, не готовлю. Секретарь у нас есть. У меня нет ничего. Никакого этого ничего. Секретарь в Крыму идет, а вы только будете говорить. Так, я же сделаю объявление, значит. Следующий приезд будет мой 21-го числа. Это будет суббота. В этот день совершается праздник в честь... Архистратива Божиим Михаила. Поэтому утром, также в 8 часов, у нас будет молебен с акафистом Архистративы Божиим Михаилом. В субботу вот. 21-го. Когда следующее будет у нас... Сегодня у нас какое? Восьмое? Следующее будет 15-е воскресенье. Потом 22-го. Значит, в субботу 21-го. Будет 21-е. В субботу утром будет у нас молебен с акафистом Архистративы Божиим Михаилом. Вот. Ну все, давай, Марина, ты это, что там, это, да, скажешь, сейчас вам понадобится. Так, ну у нас обычно первым вопросом всегда идет перерегистрация членов общины. Сейчас я вот зачитаю списочек, если кого-то не перечислил, учитывая, что это экспромт, скажете, ну. Понятно, понимаю. Алфимова Людмила Степановна, Барабаш Мария Игоревна, Барабаш Терентий Игоревич, Барышникова Валентина Алексеевна, Байор Эдуард Викторович, Борисова Валентина Павловна, Бородкова Любовь Петровна, Буйнова Христина Деньевна, Голобач Анатольевна. Андрей Игоревич, Гончарук Александра Михайловна, Бнуха Константин Георгиевич, Бнуха Надежда Александровна, Бнуха Татьяна Анатольевна, Дробота Анастасия Валерьевна, Дубнов Игорь Владимирович, Дубнова Марина Геннадьевна, Ельникова Анна Кузьминична, Желударова Нина Александровна, Загуляев Алексей Викторович, Загуляева Галина Александровна, Загуляева Наталья Валентиновна, Зверева Маргарита Александровна, Зубрицкая Александра Ивановна, Капустина Татьяна Кузьминична, Кинятина Елена Валерьевна, Кариковцев Михаил Викторович, Кравченко Валентина Ивановна, Кручина Анна Александровна, Кручина Николай Павлович, Кудрявцева Галина Николаевна, Лаптин Игнатий Тихонович, Лаптина Надежда Васильевна, Новикова Татьяна Владимировна, Пащенко Владимир Александрович, Петеримов Викторович, Петеримова Алевтина Пантелеевна, Петеримова Лариса Ильинична, Политытина Елена Валерьевна, Фольгуев Николай Валентинович, Фольгуева Надежда Ивановна, Попов Вадим Викторович, Попова Надежда Андреевна, Пупков Сергей Павлович, Сиропкина Антарина Севастьяновна, Соклакова Ольга Викторовна, Сокольстих Валерий Сергеевич, Сокольстих Елена Валерьевна, Третьяков Игорь Владимирович, Третьякова Юлия Викторовна. Так, и Третьякова, Любовь Николаевна. Потеева, Потеева. Потеева, потеева. Нет, у меня есть Потеева, Любовь Николаевна. Он так любит тещу, что она стала. Нагаева Манья Яковлевна, Фоменко Валентина Ивинична, Сизулин Борис. Документы не выписаны, потому что у нас с свидетельствами о крещении еще вопросы открыты. Ценгаева Татьяна Александровна, Черепан, Василий Николаевич Чернянская, Александра Ивановна, Шубина Зоя Николаевна, Щукина Нянила Алексеевна, Яковлев Виктор Андреевич, Яковлев Никита Викторович, Немцова Галина Ивановна. Яковлевна, 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 Яковлевна. Я еще до глупых не мах не дошла. Да, из глупых не мах у нас осталась одна Яковлевна, Тамара Ивановна. Да, верно? Тамара Ивановна, да? А те, что просили заявление, подавали его обоих? Я не знаю, я вот и спрашиваю сейчас. Пока нет. Мне, конечно, они все ничего не подавали. Вот батюшка. Я тоже не знаю, пока нет. Лященко, Максяев. Ну, пускай покажу. От Валентины глухой немой не было ничего. Нина, два воскресения назад, она здесь при всех поблагодарила всех за то, что она здесь была и сказала, что уходит она в храм. И там они все, и Олег, и Валентина, и она. Что там есть батюшка, который владеет их жестовым языком. И там общение, да, она сказала. Ага, ну вот. Ну вот таким образом... А Бремникову бабку что не назвала? Назвали. Не слышала. Она тихо говорила. Ну вот таким, да. Таким образом у нас получается... 60 человек взрослых. Вы поправляли книги как раз? Ну 17, но у меня тут вопросы, но это я потом не даю. Сколько детей? 17. Итого 77 человек что ли? Итого 77 человек, да? Хорошо, цифра-то хорошая. Изменялось. У всех 7 хорошая цифра. Так, дальше пункт второй. В этом году у нас переизбрание старосты общины. Таким образом отчет старосты общины. И выборы на три года. Что от старосты требуется по уставу? У нас есть это здание. Годное для богослужений, для собраний. Тут все обихожено. От нас не зависело. Крышу перекрыли. Тут батюшка главную роль играла. Имяник приехал. Ну а остальное, что мы уже это сами брали на себя. Это не по уставу было. Нам отказали где-то вели занятия. Но оно здесь ведется занятие. Я хотел сказать, что переизбрание идет. Это те, которые избираются где-то. Ну срок давности. У меня еще одна должность есть, которую уже забыли может некоторые. Попечитель. Ты не забыли. На нашу общину я один попечитель. И там говорится, почему он и как и до смерти, как патриарх. Так вот, а мне нужно знать все нужды. У кого пропитания нету. С квартирой трудно. Вы просто подходите и говорите. Притом я это добровольно беру. С желанием и... Но остальное, что старости здесь. Мы летом в деревне, как начальник лагеря. Благополучно детский лагерь провел этот год. Много работы делали нынче. Ни один год так не было. Три пруда и дорога. В две смены и мы вообще не просыхали. Даже не верится, что это все сделали. Но это как к старости не относится. Так что по уставу все выполнено. Голосуем. Есть какие-то предложения. Есть предложения оставить прежнего старости. Пускай Игнатий Ильич еще работает. Голосуем. Руки вздымайте. Против есть? Раздержавшиеся есть? Есть. Виды на глаз? Все за. Так. Теперь у нас идет отсчет о проделанной работе и выборы старшей сестры с отечества. Допустим. Меня никто не предупредил, конечно, на сегодня. На вскидку. На вскидку. На вскидку. Болящих много у нас. Болящих. В основном. Пожилые. Пожилые. А все уже состарились. И как бы уже, ну, тяжеловато многим сестрам вот так вот, чтобы посещение почаще там. Сейчас у нас вот лежачая больная Александра Ивана Чернявская. И дело даже не в том, что ну, чаще ее там посещать, там с ней быть, а в том, что Валентина Ильинична, которая за ней ухаживает, она совсем плохая. Валентина Ивановна. Валентина Ивановна. Валентина Ивановна. Вот поэтому вот не просто надо прийти. Я хотела просить сестер, вот в том воскресенье не была, хотела, чтобы мы прямо по дням, и каждая сестра, чтобы если кто-то приходил к ней, то не просто там, можно я там в магазин вам сбегаю, там еще куда-то, не надо. Им ходят и в магазин, и все. А надо просто ее отпускать, чтобы она была на свежем воздухе. Отдохнула. Хотя бы она там сама дошла куда ей надо. Вот да просто погуляла. Потому что сыну я звонила, просила его вот так вот, чтобы он помогал и приходил. Ну, он у нее выпивает. И сразу... Ну, кто? Татьяна звонит, да? Ну, так это... Он мягкий, он добрый у ней. Ну, вот такой грех. И, конечно, он не приходит. И поэтому нам нужно поддержать обязательно их. Валентина Ильинична у нас тоже в таком состоянии находится. Хотя она нас вот уже два последних воскресенья порадовала. То она прямо забывалась, что попала, говорила так как-то. Ну, а здесь она нас встретила. Давайте молиться. И прямо... Ну, хорошо. Молодец прямо. И дочь ее. То она всегда убегала в штанах, там такая без платка, убежит в ту комнату, ни в какую не идет. Сейчас она стала сама, встречает нас. И прямо радостно так. И становится с нами на молитву. Поэтому вот мне хотелось, конечно, сказать... Каня Кузьминчина у нас постоянно, Кудрявцева, Галина Николаевна, ходит. И... Молодец. Вот сегодня я смотрю, что ее нет. Нет, нет. Нет, есть. Вчера была, а сегодня нет. Да, есть. Ну, вот она. Здесь она. Галина. Здесь она. Здесь она. Здесь, здесь она. Она Анну Кузьминчину постоянно у нас вот посещает. И к Александре Ивановне постоянно ходит. Спасибо. Кристос. Вот. Ну, и всех прошу. Вот у нас помоложе кто сердстро. Благодарю Ларису. Она постоянно Александру Ивановну вот посещает. И Маргарита по мере возможности. Ну, вот надо нам определиться, чтобы вот не так, что у нас получалось так, что в один день много пришло, а потом никого. Поэтому нам надо как-то вот наметиться, кто в какой день, чтобы не все вместе. Ну, договорились. Кто может сходить? Вы договоритесь, что кто-то на работе, кто удобнее кому в какое время пить этот вопрос. Во сколько? Пятеро, шесть или десять человек. Мы сразу как-то решим этот вопрос. Договорились и все. Ну, вот на сегодняшний день болеет у нас Иулия Сагахи. И Игорь должен сегодня, сказали, должен подъехать. Ну, хотя я его звонила, она хотела вот воскресенье, не должна была быть, но что-то нет именно. Может, она приехала? Должна была приехать в субботу. ЕНАФА. Вот, ЕНАФА. Вот, я хотела еще в одном моменте заострить вопрос, что когда вы звоните, вот что-то случилось у нас, вы звоните, очень благодарна нам помогает Мария Яковлевна. Она все время начинает сразу всех обзванивать. Вот, Александра Михайловна тоже помогает хорошо. Поэтому что-то, ну, случилось, мы все молимся. А дальше? Вот Костя уехал и молимся за путешествующего. Приехал, не приехал, никаких известий. ЕНАФА болеет, я продолжаю за нее молиться. И мы все молимся. Она уже дома, ну, вроде бы, получше, да? Я все еще. Ну, слава Богу. Ответная реакция должна быть. Да. И благодарение Богу уже за это. Да, да, да. И встаем, благодарим Бога. Вот. Ну, средства у нас остались. Сейчас точно не могу сказать, сколько это самое. Не пропили? Нет. Не пропили. Все есть. Книги отсылали, так, по мере возможности. Но сейчас, вот как бы Володя чаще тут с книгами. Деньги там еще остались. Копилина присылала. И там я чуть-чуть всего истрахила. Остальные целые деньги. Вот. Ну, звонила Валя из Казахстана. Всем низкий поклон передает. Всех любит. Помнит. Они там организовали занятия. И вот человек десять, говорит, даже иногда пятнадцать, после храма остаются, проводят занятия. И, да, даже брата благословил. Ну, и из Доманевки, я не знаю, она звонила. Нет, женщина звонила. Она, мы или книги посылали из Доманевки. Она звонила. Спрашивала вас. Несколько раз причем, когда он приедет. Когда приедет. Это что за Доманевка? Это на Украине деревня. С Доманевки звонили. С Украиной. Я покутаю, если можно сказать. Доманевки она просит позвониться, Лидия. У нее крайне неблагополучная обстановка. Она из православия, как у нас одна, метнулась к яговистам. И тронулась умом. И у нее сейчас главная фикс идея убить мужчину. И она подходит к священнику и говорит, у меня большего желания нет, как убить тебя. Кому бы ни подошла. И она все делает для того, чтобы убить. И она мне уже два раза звонила. Я говорю, у тебя там есть люди. Я какой могу дать совет? Я знаю пост и молитва. Три дня не пей, не ешь, пойди к священнику, поговори. Что? Я с ней разговаривал, когда были на Украине. Нормальная женщина была совсем. Потерять направление и пойти куда-то. Я потом попутно продолжу, чтобы знали о ком молиться. Лидия звать ее. Тяжелейшее состояние. Ну представь, навязчивая идея кого-то убить. Ну это уже ясно, что сатана, он человеко-убийца и лжец. Ну звонила еще, это самое, ой, Нила из Осинников. Тоже всем поклон передает. Ухаживает она за этим священником. Продолжает, конечно, тяжеловато ей, но... Сама больная, и она очень просила тоже наших молитв. Видим, что у нас сестра, 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 дай бог, каждая... В общем, такую немец, старшую сестру. Ну, какие есть предложения? Оставим. По-жизненно. Голосуем, кто за. Есть против воздержавшийся. Единогласный. Отчетка, значит, чей? В общем, это один из них. Отчитываться-то мне, в общем-то, не в чем. Единственное, что у нас был расчетный счет, его закрыли. Если официально так, перед налоговой, то такая отчетность у меня нулевкая. Я всегда сдаю, но главное, чтобы там своевременно. Деньги, как таковые, мы просто собираем. Это на какие-то нужды, наши нужды, между собой собираем. Но еще собираю деньги я на содержание, вот и на обиход тут дома нашей, да, храма. И, ну, вообще-то, так, вот у нас единственное только пожелание. Приехали сейчас братья, у меня единственное пожелание. Пол, когда моют, то у нас там нет плинтусов в храме, в самом храме. И все вот эти белые, которые у нас обои, то они все грязные по бокам. Поэтому я вот хотела бы, чтобы братья наши, Володя и приехал Никита, чтобы они вместе под руководством Миши, чтобы они вот эти вот плинтуса сделали. Потому что давно постелили линолеум. Линолеум лежит без плинтусов, а их надо постелить. Ну, вот это мы тоже можем им дать. Там плинтусы-то, плинтуса-то какие там, пластиковые, такие дешевые. Тоже можно. Да, они очень дешевые. Поэтому я вот прошу Володю и Никиту, чтобы вот они как-то, рабочая такая сила. А где у нас Миша? Миша, чтобы ими, ну, как бы, управлял. Миша? Да, Володя сам фору даст с установкой плинтуса. Ну, все тогда, тогда все. Он не весь дом делал эти плинтусы. Тогда будет ответственный Володя Пащенко, я думаю. Даже на потолок. Поэтому вот мое дело, конечно, сдавать отчет еще в налоговую инспекцию. Там приходят часто бумаги такие. Ну, пришла вчера бумага, вот там 101 рубль с копейками. 100 рублей-то я там заплатила, еще рубль с чем-то. Я говорю, можешь его не платить? Они говорят, нет, платите. И там нужно документацию присвоить, потому что с расчетного счета мы не можем оплатить. Расчетный счет бы сразу закрылся, а там нужно еще дополнительную документацию. Я приеду и закрою. Еще пришла бумага Игнатию Тихоновичу о том, что есть постановление, чтобы территория, где мы живем, была чистая. И территория против дома, которая вот на нашей стороне, тоже была чистая. Ну, и у нас всегда чисто. Не против, а рядом с домом, наверное. Рядом с домом, за домом. Да, и дом, чтобы был как-то обихожен снаружи-то, чтобы не просто так, а чтобы он смотрелся. Фасад дома нужно, чтобы тоже он был как-то приведен. Я уже подсчитывал. Не, ну можно дешевые обшить, не обязательно дорогие это. Не сайдингов. Порядка 50 тысяч без оплаты. Потому что уже замечания нам делают. Чего же это такие дома-то? Это стандартно, нет замечания нам. Нету, нету. Это все об одинаковые, стандартно. Нету замечания, однозначно. Не замечания это, не замечания, пожелания. У нас всегда чисто, листиков нету. А пришло-то два, два, две. Это разное состязание. Это просто предупреждают. Второе, которое, там даже непонятно, что они имеют в виду. Такое слово ставили, то ли речь вот о надписи. У нас номер, звонок. Аншлаг назвали. Какой аншлаг? Какой написать? А как? Аншлаг, это как плакат какой-то, что-то. Ну, нет, вот, вот, вот у нашей, наша это. Шильда, это называется. Как? Флаг. Ну, там не шильда никакая, там аншлаг. Нам замечания никаких вообще не было. Аншлаг, это отсутствие, пожилое помещение. Просто улица и номер дома. Аншлаг, это отсутствие в продаже билетов, это аншлаг. Это номер дома, чтобы был, это самое, название улицы. Есть, а название улицы в начале и в конце, а тут, может, и не быть. Не надо, надо. На каждом доме нигде нет, по всем улицам пройдите. Я прошел 10 домов, ни у кого нет. Все мы делаем, сейчас выставляем. Ну, то есть, продать кому-то надо эти названия. Не продать, а нужно. Еще, и... Еще не было заказать. Еще единственное, что идет... Почему? Потому что наш Алтайский край, а тем более Барнаул, столица края, она, как бы, входит в зону туристическую. И поэтому каждый человек на каждом доме их обязывает сейчас это делать. Хоть своей рукой напишите. Не покупайте ничего, хоть дощечку. Мела, Мела. Здрасте, Мела. Так, дальше. Ну, все, вы поняли, что казначение у нас тоже работает. Все замечательно. Какие есть предложения? Оставить. Оставить. Голосуем. Кто за? Есть против воздержавшиеся единогласные. Следующее. Выбор из секретаря общины. Оставить. Оставить. Веду текущую службу. Сладжуизненно. Голосуем. На облазы. Конечно. Кто за? Есть против воздержавшиеся единогласные. Дальше отчет о проделанной работе. Какой нет? Церковно-приходского совета. Так, ну, у нас члены церковно-приходского совета Бауэр, Дыбунов, Польгуев, Кручина, Николай Яков и Яков Виктор Андреевич. Ну, обычно, традиционно у нас от церковно-приходского совета выступает кто-то один или батюшка. Да, батюшка. 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 О церковно-приходском совете, пожалуйста, слово скажите, Дуба, Бедного Пусака замуж. Какого слова сказать? О церковно-приходском совете нашей. О работе нашего церковно-приходского совета. Что сказать? У нас в течение года не было никакой нужды, чтобы мы собирали церковный совет. Значит, работает хорошо, что даже не возникло таких подтверждений. Батюшка, ну, перед крещением-то собирался, перед церковно-приходской советы? Перед крещением-то собирался. А, ну, перед крещением, да, там, перед крещением собираются. Ну, а там что? Там только о крещаемых был разговор, там я общаюсь. Но у вас претензий нет? Нет, никаких нет. Если были, я бы высказал, собрал бы. Если были, я бы сразу собрал церковный совет. У вас есть какие-то предложения по изменению состава церковного совета? Нет, у меня никаких нету возражений. Абсолютно никаких. А стоит что-то представить? Даже если нормально прошел год в работе, то не стоит даже переизбрать. Просто, в следующем, просто утверждать, и все. Нет, если человек сам не отказывается, то какой смысл? У нас не прошло все. Год прошел благословенно и благоприятно год прожили. Слава Богу. Все было хорошо. Дрова заготовили, уголь привезет Миша на неделю. Значит, уголь будет лучше. Так что зиму встретим во всеоружии. Думаю, что не замерзнем. Специально в городе. Ну, у меня было бы предложение тоже ко всем. Я уже это приноравился. Как было крышу крыть. Долго не соглашались, пока уже не побежало везде. И там уже балки прогнили. Тогда только уже согласились. Так нам бы дом утеплить и обшить его. По-хорошему. Но это надо будет уже с хозяином. Меньше бы угля, меньше дров уходило бы. Это точно. Совершенно точно. Ну ладно, это мы в будущем тогда еще поговорим об этом. Посоветуемся. Посчитаем, сколько это будет стоить. Возьмемся. Это сделать надо. Ну, давайте голосовать за церковный приходской совет. Кто за? Кто в церковном совете? Я с самого начала огласила. Бауэр, Дубунов, Пальгуев, Курчина, Яковлев. Ну все. Хорошие все дела. Всех оставляем. Есть против воздержавшиеся единогласно. Далее отчет о проделанной работе исполнителей-наблюдателей. У нас исполнители-наблюдатели. Кто? Дубунов, Пальгуев, Яковлев, Гончарух, Курчина, Анна. Ну вот обычно от исполнителей-наблюдателей, и старший исполнитель-наблюдатель Дубунов. Ну у него сегодня-то не было Дубунова. Это больше Дубунова. Кто у нас? Яковлев, Курчина был. Пусть кто-нибудь из них. Дубунова-то всегда пять месяцев не было. Отчитывайте. Я на пульсе все равно держу. Нет, нет, это Анна. Анна, Курчина. 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 Ты даже раз. Ну тогда Яковлев, скажи, что? Больших замечаний по внешнему виду и поведению не было, какие были. Они тут же разбирались. Ну, заебки уже трясли их сколько раз. В предыдущий раз говорилось о том, что некоторые старшие сестры, причем, чем старше, тем выше, почему-то получается подолго. Ну, казалось бы, такая вот мелочь. И не стоило бы о ней говорить, но приходится говорить. Может, они даже и не заметят. Да, но сестры все это исполнили тут же. По ходу дела все исправляется. У нас потеряли... Главное, что без обид. Такой случай был, что подходит мне наблюдать и говорит, там, сестра одна, ну что пришла, говорит, прям коротко, неудобно и говорить, батюшка, поговорите с ней. Я ей давай говорить, что... Ой, да я, говорит, так торопилась, забыла юбку-то найти. Она как была в ночнушке, так и пришла на юбку. Бывает такое, бывает такое. Забыли такое, что сильно строго не судите, кто-то... Вот что, забыл, да. Батюшка, можно семимесячному добавить кое-что еще? Две минуты. Я хочу сказать, что самое сложное у нас сейчас, это маленькие дети. Потому что вокруг них создается такой ореол активности. И даже те, кто уже старые, кажется, в могилу смотрят, сразу так оживают. Это прекрасно. Ну да, но дело все в том, что они начинают разговаривать сразу. И поэтому... Ну мамочки как можно ограждают, я вижу, они сами у нас совестливые. Поэтому я попрошу, когда видите ребенка, просто ну полыбайтесь ему. Не надо с ним разговаривать. В основном он ничего уже не понимает и так. Или пока не понимает. Будь как дитё. Да, да. Не будьте как дитё неразумное, а как разумное. Аминь. Ну а так, просто наши мамочки просто молодцы, я могу сказать. Очень хорошо себя ведут. Когда надо, уносят там, ну все. И хорошо себя ведут. Мало детей. Так, а так, что касается исполнителей-наблюдателей, у нас сейчас, так как вручина Анна сейчас младенца, и ей сейчас, у неё сейчас приоритеты немножко поменялись, поэтому я предлагаю её кандидатуру временно исключить. Из исполнителей-наблюдателей везти, из сестёр кого-то другого. Временно. В декретный отпуск отправить. Временно. Ну да, давайте, вот так и надо, правильно. У меня предложение. Давай, давай, кого? Да, Ларису. Ларису, Ларису, точно. Мне всегда, где мне всяк, юбка. Ларису, Ларису. По юбке. Ларису, пора занимать активную жизненную позицию. Какие будут ещё предложения? Голосуй, прекрасное предложение. Ну, нет, подождите, может, ещё будут какие-то предложения. Надежда у нас вечерний. Да, у неё есть школа воскресная. Школа воскресная, у неё хватает. Ларису, да? Да, почему бы Ларису, конечно. Может быть, мы попробуем Новикову? Татьяну. Новикову. Она летом берега. Лариса, берега. Да. Она уезжает, летом её не бывает. Татьяна Кузьминишина, у вас есть какие-то предложения? Нет, я очень даже за Ларису. Почему она? Она у нас сейчас не занята пока ничем. Конечно. Ну, на службе посмотрите. О работе не разговариваю. Не работаю туда. На службе посмотрите. О служении, да. Ну, нет других кандидатов, голосуй. Что ты думаешь? Голосуй. А мы можем по уставу избрать кого-то, кто у нас только крещён на исполнителя наблюдателя? Но дело в том, что у нас исполнительный наблюдатель, это дополнительно введён уже вне рамок устава. Ну, пусть мы можем. Не работа с тобой. Тогда у меня ещё одно предложение. Тянятину и Дену. Не, она и так активная. Пусть она и днём. 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 Вот Лариса, да, Лариса сто процентов. Она зря ничего не скажет. Так, ребята, дорогие, это в плане обсуждения. То есть в плане обсуждения кандидатур такие мысли высказаны. Но поскольку есть две кандидатуры, за обеих нужно голосовать. Лариса, ты не против? Я против. А Лариса против. Тогда остаётся одна кандидатура. Ещё или какие-то есть. Пусть она объясняет, почему она была... Может, у неё нет оснований к тому, чтобы сказать. Если человек не хочет, зачем её насиловать-то? Во-во-во-во, ты чё это? Во-во-во, ты чё это? Чё это за слово ты думаешь? Даня Камустина тоже не хочет. Ну, работает же. Да, и Марина тоже не хочет. Секретарь уже пятый год. Марина всякого такого только не сделает. Потому что нужно сдать. Так, я должен отъехать. Меня ждут там, приехали. Посидеть надо один. Я... Нужно, нет? Что, нужно? Домик, есть вопросы ещё? Нет? Нет. Всё, пока. Ангелы Женики, ребят. Вот, я знаю. Родобарна, встал, величко есть. Давайте проголосуем, давайте. Давайте голосовать. Кто за Елену? Елену Кенякина. Считайте. Громче, спрашивайте, не слышат. Сёстры, голосуем, голосуем. Всем тишина. Сёстры и братья. Голосуем. Елена Кенякина. Голосуем. А почему Нарису так? За твоим голосом. Подождите. Ну, Нарису, первая кандидатура была. Да. Дайте, с какой разница. А теперь, ну, спроси, какая разница? По алфавиту. По алфавиту. По алфавиту. Дайте слово человеку. Прежде чем это за меня голосовать, я бы хотела знать, в чём заключается. За ладу. Она ещё ничего не знает, это всё нормально. Справились, что я, Лариса. Подойдёт и скажет, что Лариса, не говорит. Ну, почему вы не говорите? Не говорите, что мне главное значило. Вам всё расскажут. Можно, потому что я не говорю. Я не против. Сильно хотела. Лариса, у Ларисы есть профессионализм. У неё такая работа ответственная. Как она-то нетребовательная? Это она по своей профессии уже требовательная. Однозначно. Это ей свойственно. Вы мне это что доказывали? Давайте двоих оставим. Я сама ее выброшу. Да. Да. Что это вы такое позволяете себе вот так делать? Одна против, другая не знает, что делать. Я вообще не понимаю, зачем так делать, поступать насильно, кого-то вытаскивать. Я вообще не понимаю. Я считаю, что нужно проголосовать и всё. Виктор Игоревич. Конечно. Игорь Игоревич, ну говорите. Голосовать не надо. У нас упустили в своё время то, что потеряевка принято в уставе. Принятый в деревню в течение года не имеет права голоса. К нему присматривается. Иначе сразу поступило людей больше, чем надо, и они мгновенно могут поговорить в своё. Правильно это. Не то, что избирать, а голосовать даже они не могут за принятие решения. В течение года. Это у нас что здесь принято там, что там у нас это одинаково. Это же вопрос у нас снять и никогда не поднимать его. Год пройдёт, тогда будет... Зачем нас сильно тягивать? Игорь дал предложение и сразу как будто не слышали. Если ничего нет, я хотел бы объявление дать. Нет, есть. Мы ещё вопрос-то не закрыли. Нам нужно выбрать исполнителя-наблюдателя и сестёр. Можно добавить? А сколько у нас там осталось? Двое исполнителей? У нас три брата и одна сестра. Одна только сестра? Одна маловато, да. Гончарук, Гончарук. А? Ну, Гончарук одну. А Маргарита Зверева была? Нет, ты меня брал. Я убрал? Давно уже. А что это? Я не управлял. Ну ладно, это Лариса, надо помогать общей недели. Да, нажал. Лариса. Придётся. Ты на работе, молодец. Я помню, я опять заставлю. В семье тоже. А я не вижу. Помоги, пожалуйста, во время службы, чтобы шума не было. На тебя даже будут смотреть уже и будут видеть, как ты строго стоишь всегда в форме. Ну, что там говорить. Лишнего никогда. Даже ничего не видел я и не слышал никогда. От Ларисы. Я думаю, самый лучший кандидат. Да. От Бога, можно сказать. А то, что она так стромно себя ведёт и правильно. А что вылупаться-то на рожом, как я обычно. Да ни к чему. Это так уж случайно вышло. Простите меня. Ну, голосуйте-то и всё. Христо радио. Да. 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 Он воздержался. Он воздержался. Воздержался. Одно слышится. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Единогласно. 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 И у нас остаются выборы ревизионной комиссии. Это у нас формальность, но по уставу мы должны иметь ревизионную комиссию. У нас членами ревизионной комиссии были Загуляева Наталья Алекхиновна Жёлнышка, Нина Александровна и Петеримова Алекхина Фантелеевна. Оставить. Приложение? Оставить в преднем составе. Голосуем. Кто за? За коронин. Ну, когда одного нет, другой есть. Да, нормально. Всё нормально. Против, а сдержавшиеся. А что они ревизируют? Ну, пускай. Ну, вдруг кто-нибудь общий не подарит, ниллиард. Да, да. Они должны, они распределят. Да нет, они должны проконтролировать, как используют. Как используют. Так, ну, обычно у нас ещё идёт отчёт начальника лагеря детского. Ну, Игнатий Тихонович в общих чертах уже рассказал. А если есть пожелание, чтобы он более развернуто что-то рассказал? Нет. Нет? Или есть? Я сам и не сказал. Значит, каждый год освещение лагеря. Батюшка приходит. У нас необычное, что уже было принято. День лагеря 2 августа. Вывешивается российский плак. Приколор. Нынче вот работали, помогал Никита, работники были. Сергей приезжал. Нарушений практически не было. Нынче настолько какой-то рабочий год был. Комары заедали. Мы сделали на холме, там где старая навозная куча была. Крапиву снесли. Ну и все сделали. И там ветер дует, и комаров нет. Молиция опять мошка заедает. А у нас там все затененное где-то. Это еще дальше сделали. Там была водонапорная башня. Опять все размели, сделали. Коровы подходят, на наш анавой чешутся. Ну, мы загородили вокруг. Была яма, бульдозер был. Все заровнял. То есть, ну, настолько все интересно. Восьмиконечные кресты на шестиметровых шестах. Там четыре креста воздвигли, один даже в воде, где крещение идет. Так что, помогали здесь Фатеева, Любовь Николаевна. Ну, кто тут был? Галя Загуляева. Да, Галя Загуляева много работала. Она была с ребятишками. Мы выставляли в интернет, как у нас там есть. Однажды Игорь Барабаший говорит. Диск потерял, там он лущил, и диск показал, какой диск. Но потерял, это поле целое. И вот мы пошли. Распределились. Очень трудно. Дети забегают в разных... Ну, я шел почти что рядом, и я не увидел. Первая нашла Галя. Вот надо смотреть, как она нашла, как она вскрикнула. А все это снимает. Володя оказался рядом. Как она этот блестящий диск подняла вот так вот. Ну, а дальше как что было? Вы к Игорю верну. Ну, и что? Сливок давай на лагерь. Там что у тебя есть. Вот такие интересные моменты были. Ну, были нынче больше ребятишек. Были Загуляевы. Вот. Адмухи. Вот. Константина с Надеждой. Сами приезжали. Вот какой-то был особо благословенный. Видите, мы никуда не оторвались. Была миссия на север. Уехали. Там был Марьясов. Я не вижу вот. Валерия Сокольского. И Сергей Кубков. Очень благополучно было. Я долго думал, как найти замену Николая Кручину. Практически не видел. Нету. Таким мастером дальнобойщик. Отремонтирует что угодно. И вдруг с Краснодарского края человек, ну, совсем не наши, как бы, а теперь он полностью здесь. Я дальше скажу, вот как только сейчас закончат все. Так что лагерь отпраздновал нынче 44-ю годовщину свою. Это чего-то стоит. Мы были единственные в Советском Союзе православный лагерь в свое время. Нас 18 лет сжигали дотла. И заново все восстанавливали в течение одного года. Теперь у нас колодец свой. Ну, теперь понятно, что и полип, и огородчик. Ну, все налажено. Это у нас было по силам. Когда на крещение было народа много, мы открыли большой зал и две столовые рядом были. 12 человек крещения принимали, приехали отопседу. Нашли судьи, которые помогли. По лагерю я потом скажу, что я обращался, ну, или попутно. В те годы я обращался за помощью для лагеря. Но нет одеял. Ясное дело, что мне их не купить. Матрасов нет, брали матрасовки, искали солому, набивали. Ну, это все было. И вдруг Господь открыл такие двери. Ну, вот пример. Я в краевой администрации. Там работает Аксенов Павел Петрович. Мы знакомы около 300 лет с ним. Ну, такой, если посмотреть снаружи, это грубый человек. Но это работник. Как гололобого в этом, в жилоснодорожном отделе. Дверь открыта, чтобы никогда не закрывалось. Почему люди должны прихожей ждать? Так, заходи. Она одна за детестирование, наверное, работает. И он так же. Так, послушай, ты после смерти куда? В ад хочешь идти? А перед ним стоит какой-то предприниматель. А почему так решил? Вот человек стоит на меня. Иди в коридор поговори с ним, что ему надо. И выполни. Понимаете? Он прямо сходу берет вот так. Тот вышел. Лопатенко Иван Иванович. А что вам нужно? Я говорю, матрасов нет у нас. А какие? Ну, обыкновенные матрасы. А где они есть? Я говорю, не знаю. Это где-то. Ну, хорошо. А еще что? Я говорю, да муки бы надо. Ну, хотя бы по 50 килограмм. Хотя бы мешков 15. Так я больше привезу. Он предприниматель. Заходит, все решено. Матрасы есть, муки привезли. И помогали мне люди. На Рождество я даже ходил. Для детишек что-то. Теперь у меня желание их всех найти и отблагодарить. Я несказанно разбогател. Вот что мое богатство. Книги. И вот я... Ну, понимаете, как у Бога все рассчитано. Какой-то деловой журнал дали. Толстый, хороший. За 2000 год. Я его жгу. А он на такой лощеной бумаге вдруг. Вижу человек, которого я ищу. Я сразу Себастьяну звоню. Говорю, ты понайди мне такого человека. Абрамов Игорь Анатольевич. Предприниматель. У него все... Он раньше продукты были, а сейчас и медицинская еще. И вот завтра мы к нему едем встретиться. Уже договорились, снимем все это дело. Мне сильно помогал директор РТИ. Просьба. Ну, помогите. Я не могу выйти, где найти его теперь на пенсии. Хромов Анатолий Петрович. Она знает. Я найду Володя. Хромов запишу Анатолий Петрович, директор РТИ бывший. Лодки, четыре лодки. Все шланги, какие были для деревни, это все ему. Вот эти вот большие палатки, это спецзаказ был, он все выполнял. Это человек... Ну, я по-другому не могу его назвать, как патриот России. Я однажды похвалился ему, говорю, как лодки мы ваши бережем. Только по воскресеньям. Так он прям по-серьезному огневался. Да разве это можно? Да пусть они каждый день катаются. Что? Не так ли я еще дам? Вот какой еще. Найти его. И второе найти. Он бывший директор станкостроительного завода Горшков. Вячеслав Григорьевич. Так я помню его. Потом он был воздействием в какой-то юридической академии или что-то. Юридическое, по-комсомольскому. Его там ректором поставили. Он помогал, гвозди давал, там тяпки. Ну, у него работа такая. И гвозди все еще пользуемся. Насосы все еще работают. И нашла мне того и другого. Это у нас была Егоренка, Надежда Павловна. Это память ей. Теперь вот этих двух человек мне найти. Ну, я подарю новый завет. Вот еду этому. Для слова Божия нету, с икистом православия. Найти. Я повторяю, что у меня пенсия 6275 рублей на сегодняшний день. И три копейки. Ясное дело, что нынче мы только за ремонт, дороги, прочее, заплатили 440 тысяч. Ясно, что не мое. И так и с книгами. Найти. Благодаря тем людям, которых я не знал даже совсем. В лагерь действовал, никогда не терпел нужды ни в продуктах, ни в чем. И чтобы дальше Господь пролил эту милость. Арина, Марина, закрепляйте. Все. Повестка дня исчерпана. Если у кого-то есть какие-то предложения. Нет? Спасибо, Христос. Сегодня мы слышали о том, батюшка несколько раз читал проповедь Иоанна Затауста. Как мы каемся в своих грехах. Каемся мы в этих грехах. И как каемся. И вот позвонил мне брат из Москвы, Слава Ткачу. У него жена Юлия, с которым я встречался, будучи нынче, весною в Москве. Была благословенная встреча. Я вам рассказывал, когда я возвращался, что мы ездили в Переделкино, в то место, где под Москвой ездили. Одно из немногих мест, где крестят полным погружением. У него большие переживания по поводу своего греха. Он вспомнил, вернее не вспомнил, он уже переносил покаяние перед священником, перед Иисусом Христом, в том, что он был вором до крещения, до того, как стал христианином. Работал он на каком-то предприятии авиационной промышленности. И много натаскал оттуда неликвида, так называемого. Ну то есть это почти бросовый какой-то материал, но все равно это воровство. Его сейчас это сильно угнетает. И вот он говорит, как мне быть. Я ему сказал, что нужно просто вернуть туда, где это место. У меня такой случай был в потерявке. Приехал один, и тоже крещение-то вроде принял, а потом вспомнил, работал, и там что-то лежало, смотрело на него. И он домой все это таскал. И там целый склад. И теперь, что мне с этим делать? Я раскаялся. Я говорю, выход один только, пойдите в милицию, заявите. Да к меня посадят, тогда уйдет меня. Здесь не надо толковать. Как Семен Столпник давал наказ. Если ты разбойник, поди за ними, так меня казнят. Все, значит, казнят. А по-другому как ты свободу получишь? Да к милиции пошел, да, никто от тех документов, что ты воровал. Да какие документы-то? Ну он привез во сбор милиции, все, свалил и все. Ну милиция-то я разобрала. Он у нас забодился, я отдал нужные органы. Я иду, часы лежат. Хорошие часы, прямо на площади. Куда? Я завернул в линейный отдел. Так меня сколько раз дураком назвали. Да они же себе присвоят. А вот это меня уже не касается. А они призваны на это. Я пришел. На занятие приходит один с ребенком, и он играет богатым телефоном. Прям богатый, видно, как он сделан. Я говорю, дед, а я таксист. И кто-то забыл. А вы объявление давали? Нет. А почему? В Библии написано, нашел, где-то сообщи, найди хозяина, верни вещь. Конечно, эти люди хорошо относятся, но когда я сказал, что это приравнивается будет к другому уже, и больше мы никогда не встретились. Найди, дай объявление. У нас телки там, бычки приставали. Мы дали объявление по всему краю буквально. Никто так и не нашелся. И мы отдали там одному своему новому поселенцу. А другой раз целый табун забрел. Табун, 120 телок. И мы, ну что мы, почти начали их загонять, поить, все. И вдруг неделя через полторы являются. Говорят, у вас тут, мы потеряли, такое у нас потеря. Сколько? Столько. Где живете тут-то? Пойдемте смотреть. Так они взахали. Это наши все. Ну, так мы не отдадим выкуп. А какой выкуп? Я говорю, я голубей завел, первый год только приехали потеряю. У меня отходы нужны. Хоть несколько мешков. Да к ним на машину привезли. Видите, ты внутренне свободен, когда есть. Вот ему и скажи. Я об этом ему сказал. Я ему сказал, что ты верни туда, где ты взял это. Верни. Он говорит, я знаю этого человека, с которым мы и раньше работали. Он теперь по повышению, по должности у него повышение. Да он меня назовет дорогой. Я говорю, это не твой вопрос. Как он тебе относится? Как он тебе отнесется? И как? Ты верни ему и все. Скажи, я убрал и возвращаю. Я еще дополню, хочу, что это будет лишнее свидетельство с его стороны. Да. Что я уверовал в Бога и вот так-то поступаю. Именно так я ему сказал. Ты начни с того, что почему я это делаю, почему я возвращаю. Так что у него просьба к вам, ко всем через меня, помолиться, чтобы Господь его укрепил, чтобы состоялось это совершение плода достойного покаяния. Достойного плода. Вячеслав. Вячеслав его. Вячеслав зовут его. Вячеслав. Вячеслав Качев. Он не боялся, что это будет на общее обозрение. Он как раз на занятия выходит по скайпу. Да, вот он говорил, что теперь выходит на занятия по скайпу. Вячеслав. В среду и в пятницу, да? Да. Да, вот. Ну, очень ревностный, на мой взгляд, христианин. Да, и вот печется о своем спасении, о спасении своей жены, которые там у них трение получается. Ну, дай бог, чтобы все это сгладилось. Да. Мне объявления несколько. Я хочу, чтобы те зашли, кто там в коридоре. Скажи им. Заходите, братья и сестры. Объявление касается почти всех. Видите, я поневоле, что работаю на интернетных ресурсах. И приходится кое-что политики вызывать. Вы знаете, что Россия сегодня стала оказывать военную помощь Сирии. Самолеты пришли, там 50 самолетов. Вертолеты, танки. Как охраняют. Ну, первый континент, кажется, 2000 человек там. И как вокруг, эти могут подобраться и близко. И поэтому все время барражируют, то есть летают вертолеты. Круглосуточно показано. Ну, и вопрос, а почему это? Россия вторглась, и теперь что это будет? Да нас войну, да там Америка. Америка не дает данные, где у них там эти базы. Они, говорят, бомбили какие-то сараи. А в этих высокоточные бомбы, они, чуть половина инфраструктуры этих исламского государства, террористов-то, разбомбили же в первые дни. То есть, где русские, если появляются, там след отстается. И вот теперь начинает, а, это Путин вверх, Россию считают по советским меркам. И теперь что нам будет? Я хочу вам немножко дать направление мысли, когда вы слышите подобные разговоры не только о войне, а о том, почему. Вы помните, мы как-то говорили, что там христиан казнят. И вот они выстроены, стоят на коленях, христиане, там больше десяти человек, и напротив каждого в маске стоят молодые ребята, и что-то у них там к шее, видимо, приставлено, он, видимо, бьет, сразу перерезает у них, как вот это, и они все падают. И показывают море, на берегу моря, и все море покрыто кровью. Не думайте, что это мимо. Это сирийцы. Сирийская церковь, это настоящая церковь. У них есть рукоположение от апостольских времен. Это очень и очень важно. А они не смотрят. Девочки, мальчики, девочка есть. Но дальше я говорю только то, что в интернете есть. Что с ними делают они? И убивают подряд всех. Это говорят уже сирийцы. И они сейчас идут по улицам Дамаска, и там российских плагов больше, чем сирийских. Путин, Россия, Путин, Россия. Они впервые вышли из домов. Это как в Донбассе было. И эти сейчас, они сколько уже там, ну, больше месяца, наверное. Вот как. Мы привыкли однобоко смотреть. Враг, накорми его, прости его. Не только это, а надо молиться о наказании врагов. Для того, чтобы обратились. А откуда это известно? Из откровения. И выдел под жертвиком души убиенных, которого пияли. Да коли, владыка, не мстишь за кровь нашу. Это уже люди, освобожденные от земных страстей. И находящиеся у Бога. И они просят о томщение. А для чего? Для того, чтобы они через это наказание нашли тебя. А не для того, чтобы им больно было. Я считаю, что это молитва праведников, мучеников, которых нам показывали по телевидению, в интернете, которых они убили. Это пришло возмездие. Возмездие пришло через бич Божий. Это Владимир Путин. Поэтому молитвы нужно поддержать, чтобы нигде они не зашли за иную грань. И сегодня, слова, если ты не понимаешь, которые люди говорят, ну даешь против. Не присоединяйся, по крайней мере. С ними никто ничего не может сделать. Они захватили почти всю страну Сирию. А теперь показывают. Те войска пошли тоже в наступление. Те разбомбили у них все. И теперь они бегут оттуда. Тысячами их вывозят. По всему миру теперь это пошло. Чтобы тех не поколотили молодежь, они их самолетами. Турция помогает. Турция против. И вот у меня знакомый один, очень хороший христианин, ну верующий. И он работает на корабле. То в Африке, то где. И он говорит, сейчас мы в Стокгольме. Я даже не ожидал, что они там. До этого был я в Италии, уже в Стокгольме. Ежедневно прибывает. Ежедневно. Из Сирии примерно по 20 тысяч человек. И некоторых на 100% видно, что это террористы. Европа буквально трясется сегодня уже. И что там, как будет, мы никакой роли не играем, кроме как сказать, ты праведен, Господи. Запишите себе Еремия 48, 10. Там Бог проклинает, кто удерживает меч Господень от крови. Это меч Божий опускается на тех, которые коснулись детей Божьих. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Погибло сколько людей. И теперь к ним пришла расплата. Я считаю это по молитвам святых и убиенных. Так они молятся на небе. И мы должны поддержать. Господи, да будет Твоя воля. Мы не просим ничего, только волю Божию. Чтобы никогда не хулили правители, когда не понимаете чего-то. И попутно несколько объявлений. Вот у нас некоторые люди были по разным причинам. Там где-то что-то. То уехали, то ушли. Отношения хорошие или плохие. А вот теперь им наказ, если коснется, один давайте. Будьте благословенны. Никогда не поносите народ Божий евреев. Не проклинайте. Никогда. Потому что это дети Абрама. Они не такие. Они обобрали Россию. Ни с кем не спорьте. Скажите, не проклинайте. И второе, платите десятину. Иначе вы проклятием будете прокляты. А где? Мне многие звонят с Россией. А кому? Такой священник тут прям. Где исповедуешься у кого-то? Мой и плати. Кто над тобой трудился? Твой духовный отец. Заплати. Вы проклятием прокляты, что не платите десятину. Дайте людям знать это. Некоторые ушли. Они постоянно у нас были на замечании. Пьяница. А теперь он там уже в дамках. Скажите ему, ты подойди к священнику и скажи, ты был здесь на отлучении. Ты не причащался. Соглашенными выходил. А теперь мы знаем, что там общины нет, куда они пошли. Общины нету. Там приход. И поэтому они не родные друг к другу. Не знают, кто стоит рядом. Мы-то все знали. Ездили, узнавали, как человек живет. Все нужные его знали. Подскажите ему, этого делать нельзя. Куда ты пошел, ты должен дать свою характеристику. Пьяница отлучается на два года, чтобы они не погибли. Эти люди, которые были и их нету, это ничего не значит. Мы одного отца призываем, как говорит Златоуст. Знаете, иногда говорят, знаешь, я хочу тебе сказать, только так, между нами. У меня есть опыт жизни. Никогда не соглашайтесь, запрещаю говорить. Он будет настаивать, отойди от него. Он тебя берет уже на крючок. Он 10 раз уже кому-то говорил, а теперь узнает и будет говорить, это он болтает, это батюшка открыл исповедь. Единственное, кому-то можешь говорить священнику, на исповеди. На исповеди. А не просто встретился, поговорил. Это тайна, это мертво. Это уже определенно. И вот, у нас тут была одна сестра, она почти у меня на половину книжек ее записана она. Она ушла. Ушла, и я сразу же сказал, я вижу, вот Михаил Петрович где-то, ну а откуда это известно? Я знаю, через кого она ушла, кто протравил ее душу. И теперь он вышел в интернет и говорит, я сделал это. Скоротовский Виктор, Пелоделька. И с ними ничего нельзя сделать, заносить в черных списках. Они сейчас ведут бешеную кампанию против меня, против книг. Сначала было двое, сейчас трое. Назваю имена. Для начала, чтобы помолиться и возблагодарить Бога. Для меня это великая награда готовиться. Ни одного худого слова о них не сказали. Это Дудин, священник Сергий. Сергий, запишите. Тот Виктор, и сейчас подключился вместо Степаненко у них там Самсонов Алексей, священник. Трое. Что это означает? Это означает, что Бог находит сосуд, который должен все это выдержать. В данном случае жребие пал на меня. Я в Златоусте привожу. Вот смотрите, вот у тебя сын погиб, да ты увидел, как он мертвый лежит. Твоя печаль за один год не уйдет. А если их 10 детей погибло в один день, Иов это перенес. Жена восстала, перенес. Проказы покрыт, подошвы дана, перенес. Но вот пришли три друга и стали обвинять его. И он возмутился. Иоанн Златоуст говорит, это труднее муки, труднее болезни, когда поносят, и несправедливо. Он говорит, требую суда Божия. Выйду чист, как золото. Я ничего не требую, я благодарю Бога. Блаженный, изданный и прочее. И они выдумывают что угодно. Священник со мной не встречался, к примеру сказать. И он говорит, я с Лапкиным раз встречался. Он ездит на двух УАЗиках всегда. Я даже УАЗик в глаза не видал никогда. И дальше, как я иду, со мной съемочная группа. То есть он, священник, он выдумывает, помолиться о нем. Он никогда меня не видел и не знает. И как выходит, и как я говорю, только по протоколу, а потом выезжаю, что я сказал, записан, и по Теряевски, по одной фразе, но там день и ночь долдонят, заучивают эти фразы мои. То есть, что хотят? Это как листарион, мы белые братства, то все. Почему? Бог допустил. Да помилует их Господь, да благословит. Я назвал вам имена, помолитесь о них, чтобы в судный день им это не уменилось во грех. Мне от этого никакого вреда нету, абсолютно никакого нету. Я в мирной обстановке, стою утром, работаю, у меня друзья, у меня враги. Это нормальная, естественная жизнь, которую Бог обещал. Дальше, какие бывают обвинения? Мой адрес пока не поступило. Я начальник детского лагеря, это означает, что педофил. Педофил. То есть, я там с девчонками, но это где-то брякнули, они тут это не выставляют. Но слово педофил, оно означает педо, ребенок, фил любить. Но смысл-то придается, какой сегодня? Отрицательный. Но философия, София, мудрость, филы любить, философ, это здорово, конечно. И вот Путин разговаривает, и маленький ребенок, и он наклонился ему, вот так вот, а ребенок голый у него, и вот так, пупок поцеловал ему, там, груди-то. Вот теперь мы узнали, настоящий педофил уже. Понимаете, сумасшествие одно. Президент поцеловал ребенка в животик, все, педофил. Вы не забывайте, это не простой грех. В нем кого только не обвиняли. Яна Златоуста обвиняли при любодеянии. И он говорит, оправдываться не могу, просто вызвайте меня на суд, разденьте и посмотрите, кто перед вами. Больше ничего не надо. Способен ли я на это? Григория чудотворца обвиняли. Он разговаривает, стоит с епископами, в это время женщина одна подкатила, а ты когда мне отдашь деньги-то? Я вот за один прием столько платят мне. А когда я у тебя был? Да вчера же вешал. Ага. Так. Слушки говорят, заплати ее. А другая, она беременна стала, разродиться не может, теперь к нему. Сказал мне, разродишься, пока не скажешь. Кто ребенок? Да это кузнец. Ну кузнецы это разные. Другое, ключ нашли, она в постель залезла, а пришли к нему гости, открывает дверь, причем, она вот она поселишь, шныр выглядывает. Подделка, что угодно могут. Так они не останавливаются, обвиняют Христа. Фильм ставят с Коррезе, что Христос жил с Магдалиной. А сегодня пошли дальше. А вы думаете, зря Христос сказал, любишь ли ты меня, Петру? Мужчине говорить, любишь, вы понимаете, что это значит? А я просто на груди лежал. То есть, никакой остановки во лжи нету. И поэтому вот эти, которые мне что-то где-то говорят, естественно, это неприятно, мне все, да как вы можете терпеть, даже терпеть нечего. Я благодарю Бога, что другое, истинное, они не знают, вскрыл Бог. И когда они выдумывают, я знаю, остальное Бог простил, все закрыто, ничего нигде нету, страница закрыта. Вот несколько моментов хотел сказать. О чем молиться? Вот батюшка подсказал, у Матроны там молиться, там замуж выйти и проще. Вы даже не знаете, какие молитвы. На покров, главная молитва. Пресвятая Богородица, покрой меня женишком. Матушка Богородица. Все ясно, открыто, никакого секса. Молитва, молитва официально напечатанная. Так вот, у меня четыре молитвы, главное, к чему я прислоняюсь каждый день, несколько раз. Прошу вас, помогите мне. О врагах это, само собой, помолиться, что Бог им не вменил, и Бог дал все это перенести. Есть такой главный сектовед Дворкин, его подключили против меня. В монастыре исследуют меня и книги. Все они нравятся. Все, и как я говорю, и как написано, и какие там стихотворения, и все это высмеивают. Сидят они в студии, все эти трое-то где-то, а один в Америке. Им говорят, а почему Лапкину не дали возможности сказать, то он же живой. А зачем это? Если что, верить в Евангелие, мы еще апостолов должны вызывать. Ну, подключите, тоже говорит из Америки, меня можно подключить, нет. Другой отвечает, они же не самоубийцы, чтобы вызывать вас. Главное, это я говорю, что нет проповеди, и поэтому упущено все, поэтому мусульманство возникло. Поэтому такую трагедию потерпела православие в 1453 год, где-то, Константинополь рухнул от мусульманта, и 1917-й от Ульянова. Ни одна религия в мире, хотя христианство, это не религия, это жизнь со Христом, не терпела такого краха. Ну, задумайтесь маленько. Я об одном-то и говорю, а Игнатий сказал, дальше они цитируют, отрывают, компонуют, с чем-то слепляют, и я сказал. Ну, я сказал, да. Так что передай, Михаил. Все, теперь открыто. Тайны никакой нет. А мне говорят, а как вы узнали? Я узнал в первый день, когда она ушла. Я сказал, это делал Скоратовский Виктор из Америки, она состояла с ним в переписке. Это и его работа. И вчера он открыто все сказал. Не надо, Бог открывает. Мне никто об этом не говорил. Я просто молился, и в первый же день я уже это знал. И этот человек говорит тайно, я просто молюсь, и Бог это открывает. Бог вчера и сегодня и в обеде тот же. Нам много это не надо. Главное знать самого себя и отвергнуть со своего я. Я вот по Сирии вам сказал, это непростое, место, оно как-то нас касается. Эти сейчас прошли, и сирийцы говорят, с Сирией, ладно, мы разбежались, теперь Россия. Россию взорвать со всех сторон. Ну и понятно, что если десятки тысяч боевиков, которые считают, что умереть, быть с Богом, слово сказать, некоторые не понимают, говорят, у них Аллах, у нас Бог, это совершенно разные божества. в Тунисе везде принят закон, что христиане не имеют права называть Богом своим Аллаха. Это другой Бог. Они непрерывно говорят, и Аллаха неправильно говорят, и лях надо говорить. Ты тот, который превыше всех Богов. Это не наш Бог. И вы призываете, вы его и угову, и призываете, не трожьте Аллаха. Христиане попадают под уголовную ответственность, если Аллаха приравнивают к нашему Богу. А вы-то куда лезете, христиане? Об этом Данил Сесове все сказал. Это другой совершенно персонаж. Это не наш Бог. Вы просто для себя это взяли и крепко держите. Это они говорят сегодня. Если они сами против, чтобы мы делали, нам зачем на это лезть-то? Ты знай имя своего Бога, Бог Саваук, Бог Егоров. Игнатий Ильич, можно вопрос задать? Можно? Поможи маленько, чуть-чуть. Я вот здесь записывал, что к ученикам, которые их не... Они разбежались тут. Вы с ними позанимайтесь. Чтобы они учились, стоял у них определенный уровень пятерка. Они на меньше не соглашались. Показали в одном месте, в Италии. Внук два раза. Пошел не сдал, пошел третий раз. А деду 81 год. Дед пришел, говорит, просто невистовство. И в институт поступать не мог. И пошел, и все предметы сдал на пятерку. Дед. И он доказал. Надо работать, никого не бросать. Если учиться на тройку, это на троечной иконой работа так же будет. Это уже брак. То есть, кто имеет возможность, поднимайте уровень не только духовный, но и по-плотскому, чтобы у него что-то получалось. У нас двое, вот сейчас Никита сидит и Володя, нуждаются в работе. Подходящие. Вы к ним подойдите и поговорите, что вы можете, какая специальность, какая работа. Батюшка вчера меня спрашивает. Как, они сейчас работают пока у тебя, Игорь, да? Да. Они работают. Некоторое время поработают. Тебе звонили уже с этой, с Потеряевки. Кто там, миграционный отдел? Да. Что они спрашивали тебя? Почему я не в Потеряевке проживаю? Ну, почему они? Ты что ответил? Что я в Потеряевке в летний период проживаю, а в зимний на работу в Барнаул еду. А они что? Все понятно и расстались. Вот даже власть интересуется. Это надо помнить. Говорят, без власти. Не надо думать, что они в нем шпиона видят. У них указ. И они заботятся, работает он или нет. И тебя не спросили, на какое содержание живешь? Просто напомнили, что нужно в течение года не предоставить справку о доходах или о издевении. Понятно? Власть заботится. Ну и вы теперь примите участие. Вы же верующий, это брат наш. Он еще принял крещение. Какую работу мне один говорит, я бы согласен со своей работой уйти, но чтобы в месяц получать не меньше 30 тысяч. В Барнауле. Барнауле это одна самая низкооплачиваемая область. Я так слышал. Правильно или нет? Самая коррупционная зона. Но будто бы квартиры чуть ли не самые дешевые. Дистанта там никто не работает. Так. Говори, Игорь, что ты хотел сказать? Да я вот хотел, я вот слышу в очередной раз перечисляйте этих долбодятлов, этих, с которыми в начале вы рассказывали, там, с Куратовски, там, и в таких тоннах прекрасных, как точно моя мама в своем взятии алкоголики тайном. Я думаю, может быть, вы на себя много берете по этому интернету, и поэтому такие перегрузки у нас получаются. Может быть, как-то надо, знаете, не так, чтобы скопом раз вы один сидите, и на вас вот это весь негатив-то правильно сыпется, ну а на кого должен? Вы думали, что вы возьмете на свои плечи, понесете всех, а нет, это Дудин, вы тоже про него, Дудин, там, давайте поддержим его, там, молились там за него, колени избили, лоб там порасшибали, оказывается, и Дудин тут тоже уже... Игорь, давай по частям. Давайте. По частям, Игорь, чтобы потом не забыть, ты первая часть, вот на Дудине сказал, не забывай, что у нас священник, и нас священником есть старший, для них главное это епископ, что скажет, и он говорит, если не так епископ, меня выбросит на улицу с ребятишками среди зимы, ну просто не сходите к ним. Игнатий Иванович, я вот к чему, я к этому и веду, вы же не дослушали, я-то вот к чему, и у вас очень, ну такой, пронзительный вот ум, вы вот смотрите на человека, этого Скоротовского, его сразу было же видно, и вы так тоже и говорили, не могу вот понять точно, ну вроде нормально, вроде ненормально, вы приглашаете сразу еще братьев, и беседа состоится, уже так люди не будут языками чесать, уже будут о чем-то думать, и чтобы беседа была, пускай он там со своей стороны кого-то приведет, и этот мальчонка был, вот я смотрел, он замучил этот мальчонка, если не хуже сказать, мозги все выклевал, пацаненок сидит и учит Игнатия Тихоныча, уже какой-то учитель он, тоже такой развалеханский, да я вообще не знаю, как вы с ними беседуете, но сели, и еще допустим, посадили бы несколько братьев, и какая-то беседа, понимаете, не просто так, что вы и он, и он вас со всех сторон что-то подклевывает, подклевывает, вам нужно опять отойти, помолиться, я смотрю, все время такое сосредоточенное, думаю, ну пацаненок, достал уже попрыгунчик суслик, ну там, а когда бы общая беседа была, еще бы были братья, уже бы по-другому все пошло, быстрее вычисляются эти недруги, а то потом кинжалы начинают, и так далее, не, мы-то вообще за то, чтобы вы до конца свой испоедический путь закончили, и за нас молились Христу, я-то за это, в общем-то, это самый высший пик христианской добродетели, но, Игнатий Тихонович, вы-то нам тут дороги, если вас не будет, сразу возникнут вопросы, вот молодежь сидит, первые, кто заскочит нам на голову, они уже прям ждут, это вот второй будет, и так далее, куда нам деваться, вы у нас сейчас как третейский судья, между теми, кто вырос, более-менее борода есть, и теми, кто еще подрастает, еще не понимают, зачем борода даже нужна, и вот поубегали, кстати, они, и кто-то остался. Неонила вот здесь, Лужкова, и она говорит, мы все время молимся, и думаем, вот батюшки, не будет вас, не будет, как мы будем? Я говорю, еще лучше будет, потому что, видите, вот я сказал вам, о чем молиться, четыре пункта, о чем молюсь, и попрошу поддержать, первое, чтобы Бог дал нам еще священника, и добавлять, если тебе угодно, то есть смеетесь. Второе, чтобы Бог дал, не на дому, как занимаются, как раньше у нас было, во всех университетах, там, в милиции, но, видимо, времена прошли, но я молитву все время приношу, Бог силен, дал место для занятий, второе. Третье, чтобы потеряевку, кто просится, а просится прям каждый день, люди, которые знают уставы, и любят тебя, Господи, чтобы не было там, с ними тут каких-то неурядиц, видно было, что человек вот приехал, и у него идет, он понял, куда приехал-то, а то первый раз только просится, и так, и чем вы мне можете помочь, а другой, я согласен приехать до осени, подождать, пока дом построят, а кто же его построит, он будет из шалаша выглядывать, там, или где-то, и смотреть, как тут дом поднимается, строится, все заняты, все работают, мы не стали нынче спрашивать, кто придет, поможет, обрубились в эти пруды, около 30 деревьев, 330 почти деревьев спилили, больше сейчас вручную, прокопали какие, по тоннелю, это вообще не выразишь, и дорогу, там не проехать было, а сейчас это, ну, настоящая трасса, щебень, щебень уже 100 тонн привезли, одна тонна, 1300 рублей, и за щебень заплатили 237 тысяч, ну, понятно, что, это Бог делает, и поэтому, никого, ни на кого нельзя надеяться, так, Игорь отвечает, вот, сегодня у меня, люди, уже заранее, они знают, когда можно зайти в скайп, ну, кого я буду где искать, когда я один дома, то сделали самозапись, записывается, все, ну, этот мальчишка зашел, ты правильно говоришь, ну, он первый раз зашел, и я ему сказал, без родителей больше не заходи, закончила с чем, ну, а второе, не раньше года, он на год поставил, будет взрослее, но я не могу, я просто, ну, он такой, молодой совсем, вот я думал этим заняться, и хожу на исповедь, причащусь, и тут же опять в блуд впадаю, 16 лет, опять маленько проходит, исповедь, опять, я опять заблудил, я говорю, ты то ли комедию строишь, и тебя научили, что-то меня как раз задорить, вывести себя, или что-то, ты говоришь, как будто вот, шел, наклонился, соринка упала, сблудила, ты понимаешь, что это такое-то, и вот он хорохорится, и к нему надо что-то найти, и сказать, вот в следующий раз, чтобы по краям сидели твои родители, вот я объясняю, как, просто так отрезать, ни разу не говорил, я не могу этого сделать, другой зашел, и в конце узнаю только, что он занимается колдовством, как бы я узнал, если не разговаривал, а он в одном месте не так, в другом месте, дальше теперь я ему ставлю, уже приграду, будет нахальничать, черный список, о ком я называл, занести обязательно, вот даже на Марьясово, они заходят там, с Кваратовской, по шесть ссылок, дают ей долго, зачем ты ездил, зачем помогал Латкину, и он говорит, до того на душе у меня тяжело, да ты занеси черный список и молись, а о них молись, ничего больше не надо, определенно четко, нам дана заповедь благословлять, а не проклинать, это все через год будет выглядеть по-другому, у них совершенно, почему с Кваратовской, ты говоришь по-хорошему, да по-хорошему, и во время беседы, я ему сказал, как вы беседуете с баптистами, признаете их за церковь, если баптисты церковь, зачем ты в православие пришел, они во всем лучше нас, кроме только одного, что у них нет священства, он мгновенно взорвался буквально, я говорю, тогда ты никакой не православный, просто засланешь сюда и все, и все, но он говорит, он там теперь сатанисты, лапкин в аду, это секта, лапка сейчас, но он говорит, это не я говорю, о нем я говорю, Виктор, может хороший человек, да благословит его Бог, я больше ничего не могу сказать, и Бог его посылает, радуйтесь и веселитесь, это уже иная ступень, они это в студии свои говорят, подключают профессоров, все прочее, благословен Господь, профессор Семкин, когда еще мы встречались, он говорит, чего-то стоим мы, если о нас говорят, любая антиреклама, это есть реклама, они начали нападать, а у нас 250, это норма, когда на форум заходят, как только стали нападать, сразу 350 стало, то есть люди заинтересовались, и приходят, а почему вы у них, я отмечаю некоторые ролики, там вот кровью все заливает экран, котик ловит воробья, это Лапкин, это садист, это садизм, котик ловит воробья, ну вы же едите, что-то все это в мире, живет, умирает и проще, то есть, и отсюда вывод, ничего они не имеют, да будут они благословенного Бога, и весь на этом ответ, вот мое объявление, все на время. Достойная с какого истину, блажите Тебя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафин, безыстрения Бога, слово ручную, сущую Богородицу Тебе величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в неближении Своем, и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Егова. Дух Святой да доставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Далее, песнопение и занятия. Всех поблагодарить. Я всех-всем благодарю за ваши молитвы. Благодаря только этим молитвам там все же у меня что-то складывается. Слава Христу, Аллилуйя. Я хотела попросить Васильевка помолиться Василия. Он вообще не сегодня, не завтра помрет. И вот он уже вот так вот, мы ему крестик купили, он за крестик держится. И говорит, я и Бога люблю. Я же говорить не хочу, Баг говорит. А ничего не помнит, у него нет сознания греха. Помолись, чтобы он грехи привел. Чтобы гробы там помогли.